Женщины городского округа уже принимают поздравления с наступающим праздником. Накануне 8 марта чествовали прекрасную половину коллектива Люберецкой областной больницы. Слова признательности за нелегкий и самоотверженный труд виновницам торжества выразил и глава муниципалитета. Подробности в сюжете моих коллег. Врачи, медсестры, санитарки, лаборантки, заведующие поликлиниками и стационарными отделениями. В их надежных и заботливых руках здоровье жителей городского округа. Из 4 тысяч сотрудников Люберецкой областной больницы, подавляющие большинство женщины, в преддверии 8 марта в актовом зале 6 поликлиники собралась лишь маленькая часть большого коллектива. Девчонки, женщины, милые, красивые, с наступающим 8 марта, быть такой же формы, как сейчас, вам, я думаю, в эти дни будут говорить очень много теплых слов. Я хочу вам сказать, вы должны понимать, это не лезть. Их последние два года, они крайне тяжелые. Я помню, весна 2020 года, с этой угрозой мы первые столкнулись. Впоследствии, вместе сообща, мы этот путь прошли. За тот нелегкий путь длиною в два года медицинские работники получили заслуженные награды. Среди тех, кого отметила правительство Российской Федерации, врач-реаниматолог и заведующая станцией переливания крови Любовь Мануева. За особые заслуги в области медицины она удостоена Ордена Пирогова. Это самая высокая медицинская награда на данный момент. Конечно, я ее ждала. Конечно, я думаю, что это заслуженно. 22 года работать в отделении реанимации и получить, конечно, заслуженную награду. И в условиях ковидных мы работали, очень сложно было. Конечно, я ее ждала. Все ждут. Все хотят, чтобы был оценен их труд. На самом высоком уровне оценили труд 59-ти люберецких врачей и медсестер. 19 медицинских работников получили Орден Пирогова. 40 человек удостойны медали Луки Крымского. Еще одним подарком для виновников торжества стало выступление артистов городского округа Люберцы. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Продолжение следует...